с божьей помощью вот я увижу что есть подключение и мы до вижу что есть подключение и сегодня я хотела бы поговорить с вами о емке пури одни искупление не суда одни подписи приговора я думаю что за последнее время вы получили не один урок на эту тему и действительно обладаете огромной информацией но я думаю что может быть на моем на моей беседе нам удастся внести еще некую такую добавочную информацию и я хочу рассказать начать во всяком случае рассказать вам историю которую я слышала отрав славуцкого во время войны персидского залива тот кто был в израиле скорее всего помнит кто не был для него это может быть прошло очень так сказать стороной но для тех кто жил это действительно было очень такое непростое серьезное время так вот во время этой самой войны спросили генерала американской армии вот если был такой генерал по фамилии шварцкоп главнокомандующий вот спросили его если ты поймаешь бен ладна или адам хусейна депр привет что ты будешь делать с ними что ты с ними будешь делать простишь ли ты или будешь их судить на что этот главнокомандующий ответил смотрите у каждого в этом мире есть свои обязанности мои обязанности это организовать им встреча с всевышним на это моя обязанность а уж что там всевышний решит это его решение и обязанности так вот для нас с вами ем кипур это день наши с вами встречи с всевышним для прощения искупления правда в отличие от бен ладана и хусейна мы имеем возможность сделать эту встречу таким образом что мы находимся еще в этом мире да вот такая персональная встреча и персональное прощение персональное искупление и если посторонний человек спрашивает что же это такое за день ем кипур то обычно есть несколько сортов ответа но самые распространенные что тот кто кстати знает может написать что это да так вот самые распространенные ответы про ем кипур что это день подписания приговора чтобы мы были записаны приговор был подписан записаны соответствующую книгу каждого есть свои пожелания этих книг как я на прошлом уроке говорила пять до каждый хочет свою или во все мы хотим вот в хорошие 5 да есть 5 хороших есть 5 наоборот в другую сторону ну и вот поскольку я про это говорю я хочу пожелать каждому из вас действительно получить самый хороший приговор для него это и здоровье этой радости это и изобилие и счастье вот каждый да что получил именно то что ему надо а если мы будем говорить про второй вариант ответа который тоже чаще дается что это день то что называется ем слиха вымахила день прощения есть такие люди которые хотят понять в чем же секрет каким ключом можно открыть дверь в это самое лучшее когда нам простят и сотрут вообще все наши ошибки наверное в поисках этого самого ключа мы с вами сегодня будем много спрашивать и стараться получать ответы хочу напомнить вам что я женщина и вот вопрос который мы будем рассматривать надо видеть именно в этой призме то есть да я не раввин поэтому сослаться а вот мирям портной сказала вот такой вот закон вот так вот вот так вот вот так вот я вам даю общую информацию я вам даю информацию для размышлений для принятия каждой для себя может быть каких-то правильных решений тем не а логические ответы это всегда конечно только крови но и вот через несколько дней мы с вами каждый из нас предстанем перед всевышним и наверное со многих сторон вы уже слышали как к этому надо готовиться да что надо успеть раскаяться сделать шувы дать сдаку купить петуха покручить над головой да каждый из вас наверняка получил уже много разной информации но вот сущностный вопрос как и почему вам кажется работает то что вот работает в емке пор когда мы с вами кстати урок этот сегодня у нас займет немножко может быть чуть больше времени и предстоит каждому кто действительно хочет дойти до какого-то понятия немножко поучаствуем и ответами и неким таким размышлением раздумием и так далее да когда мы с вами говорим о тшуве да есть люди для которых это понятие вообще в принципе неприемлемо что значит сделать шуву что такое тшува да кто-то из вас может объяснить вообще своими словами что это такое тшува и почему вообще есть люди для которых это понятие вообще ни о чем не говорит да вот я вижу из разных приговор в любви окей замечательно но вот именно ответ на то что такое тшува я тут не вижу еще раз скажу что есть люди для которых это понятие вообще ни о чем не говорит они не понимают что это такое да и надо сказать что добрый вечер надо сказать что если бы тшува вещь была такой простой и такой понятной логическому мышлению то эту вещь тшуву да могли бы делать абсолютно все и абсолютно каждой и вот первая проблема которую наверное выдвигает часть людей да это невозможно поверить в том что есть возможность стереть или уничтожить наше прошлое то есть наши плохие поступки наши плохие слова наши дела у кого нибудь удалось у них покаяние да но кого нибудь удалось уничтожить и стереть все то что было татьяна добрый вечер тшува возвращение к богу в принципе то есть перевод слов как перевод это правильно да но вот то что я вас сейчас спрашиваю если возможность у каждого из нас стереть и уничтожить наше прошлое наши плохие поступки наши плохие слова наши плохие дела да если у кого-то есть дети и мы воспитываем наших детей да то мы как объясняем им или как они наоборот нам говорят в результат потом если ты что-то сломал то почини если ты сделал что-то плохое исправь правильно звучит правильно звучит так как надо это типа чува да или как что это на ваш взгляд правильно но как мы можем исправить то что мы натворили в этом мире перед всевышним можем ли мы стереть то что было и даже если можем ли мы с вами простить другому человеку обиду который он на нам нанес да можем ли мы с вами сказать что окей то что ты сделал мне все этого не было может быть сказать мы можем но останется ли у нас внутри с вами некое вот это не то что даже обиды вроде бы мы обиду простили но вот это внутреннее чувство да которые что вот что-то все таки в этом мире изменилось после некого слова или нанесенного действия или поступка как нам с вами найти вот эту возможность жить дальше с этой проблемы чтобы она нам не причинят не причиняла ни боли и ни обиды да иногда просто наш ум противится этому наше сердце хочет простить мы хотим мы этого человека любим мы хотим быть к нему как бы ближе но наш ум говорит то что было оно не стерлась и чувствуете некое несоответствие некое несоответствие этого мира мы говорим происходит шва а йом-ки-пур это день когда стирается все то что с нами прошло произошло плохое да то что прошло именно за этот год да мы говорим отрезок съемки пора до эра в следующего йом-ки-пура а если мы с вами будем говорить не про наши обиды а про всевышнего все с ним вообще такого не может быть у него нету прошлого у него нету настоящего него нет будущего все время она как бы вместе да если вообще люди которые задавались этим вопросом о какой шуве мы говорим кстати важно добавить что если человек делает шуву из любви к всевышнему то все его проступки которые были вот в этом году мы говорим каждый раз это именно за год вот то все эти проступки переворачиваются для него в митвот в хорошие дела и записывается ему в плюс плюсуются да а вот если человек делает шуву от безвыходности я боюсь что со мной будет ну вот просто написано сказано что надо вот продумать я сяду подумаю действительно это надо сделать может быть вот что-то мне станет лучше в следующем году от этого тот именно такая шува не засчитывается ему и мало того на протяжении вот всего целого года она висит на нем тяжелым грузом и тут вообще становится страшно все страшнее и страшнее а так делает шува окей любовью дело это не так а это сяк да то есть не просто надо делать шува еще не каждый шува засчитывается есть люди которые могут прийти и сказать что может это вообще нечто такое тяжелое что простому человеку вообще просто не по плечу да куда девается наше прошлое еще раз я задаю этот вопрос мне действительно очень важен чтобы кто-то подумал и дал ответ период одроши шанада йом кипура этот самый интенсивный период раскаяния до уничтожить просто невозможно но возможно раскаяться в саде попросить прощения у всевышнего за противозаконные действия а что с тем что мы сделали что с ним происходят что происходит с тем что мы сделали на то есть нам сказано что стирается окей давайте попробуем пойти дальше и алена алона обязательно всевышний вам поможет но своя работа необходимо будет что вам хочу сказать может быть вы обращали внимание я буду говорить про детей но понятно что каждый может это перевести и на себя что когда нашим детям плохо или неуютно где-то скажем на скажем он учится в школе его дрозь дразнят дети у него плохие отношения с учительницей плохие оценки да но вместо того чтобы научиться исправлять ситуацию дети часто просят чтобы их перевели в другую школу надо сказать что в отношении между мужем и женой иногда тоже бывает некое большое напряжение и вместо того чтобы искать дороги примирения люди торопятся развестись потому что им кажется что начав жизнь с чистого листа без тяжелых прошлых воспоминаний все будет по-другому да считаете ли вы это правильным правильной дорогой правильным поступком вот если бы с нами лицо в лицо вот так вот встретился всевышний и мы его увидели как он берет в руку махак махак это вот то чем стирают да я забыла как это сказать ну тряпочка который вот с доски стирают а тут вот я имею ввиду в нашей жизни стирают все наши плохие поступки то может быть мы с вами с вами могли бы в это поверить и сказать окей то что со мной было оно стерто оно ушло теперь я другой человек но к сожалению или радости я не знаю так построен мир мы этого не видим до продолжение того чем я говорю это то что мы с вами живем в мире где один поступок выходит из другого одно выходит из другого и мы живем с вами в мире где для всех наших поступков есть какая-то себя да то есть то для чего и почему мы их совершаем вопрос почему ты кричал почему ты пошел спать почему ты сделал то ли другое для всего есть причина нет ничего того что мы бы делали и вообще чего-либо что совершается в мире как животными растениями всем остальным да она происходит почему-то от чего-то по какой-то причине и если есть что-то плохое что произошло в этом мире то всегда есть кто это сделал на то есть невозможно понять как мы совершив некое дело вдруг заявляем что это дело само по себе этот мой поступок сам по себе а я сам по себе да то есть окей то что было на ушло а я такой хороший все прекрасно как бы ко мне это не имеет никакого отношения да то есть у в принципе такое очень трудно себе представить мы понимаем что все наши поступки практически они как заснятые на заснятые на пленку да но тем не менее я говорю я сделал шубу и все этого уже нету ко мне это не имеет никакого отношения согласны с этим можно ли такое принять есть такое татьяна вы правильно написали в принципе мы к этому придем определение того что человек своей жизни движется по какому-то вектору и раскание позволяет остановить движение изменить вектор мысли и действий это очень правильный подход хочу сказать мы дойдем до этого обязательно иногда мы слышим про некого человека вот этот человек грешник он сделал очень много плохих поступков он наворовал убивал он делал очень много чего плохого очень много зла принес в этот мир да но спрашивая порой раввинов почему при этом этот человек живет так хорошо мы можем иногда получить ответ что но он получит свое наказание в будущем мире и и конечно иногда нам это очень сложно принять разумом но все-таки есть какое-то что-то что нас удовлетворяет в этом объяснение в отличие от этого высказывания то что говорится что йом кипур просто стирает все то плохое что было вот это высказывание она ставит нас или часть из нас в некую ситуацию непонимание и может быть даже неприятия написано в туре что будет с человеком который согрешил есть ответ есть ответ он должен принести гурбан жертву ему все сотрется ну понятно что жертва были возможно только в храме сейчас может быть есть некая другая дорога которая называется молитвами но вот есть некая вещь которая часть людей может вогнать даже в какой-то дико он и показать им что у них нету дороги назад у них нет шума может прийти человека сказать я сделал так много плохого я так погрузился в разват и так погрузился в воровство что я уже не вижу что у меня есть дорога вернуться всевышний меня не примет вот со всем моим вот этим мешочком моих не самых правильных не самых хороших действий я просто не смогу в корне изменить себя изменить свою жизнь и такие люди могут опустить руки вот после столь вот таких страшных нагнетающих слов да я хочу потихонечку найти на начать переходить потому что попытаемся хотя бы разобраться с частью тех вопросов которые задала и опять же ответ вот татьяна и он тоже очень как бы интересен а раби ицхак в масса хит роша шина дает нам некоторые ответы не судят человека за его дела а только за то что с ним происходит именно в этот час имеется ввиду тот самый час когда идет суд и тут я вам приведу пример чтобы вы поняли о чем идет речь приводится в пример агарь когда ее авраам вину выгнал и она ушла со своим сыном и в общем и осталась практически одна с ним в пустыне и настала невероятная жара агарь положила своего сына под куст так как она не могла видеть что ее сын умирает в мучениях от жажды и тогда так написано взмолился ишмаэль и услышал его всевышний спрашивается а что всевышний не мог его не услышать и ответ таков что именно во время вот этой просьбы малахей ашарет говорили всевышним не отвечай ему не отвечай на его просьбу ведь он и его потомки так много горя принесут твоему народу но всевышний ответил отказом ангелом он сказал что нельзя осуждать за то что потом случится да и вот продолжение этого то о чем говорит раби и цак в море масса хитроша шана да это о том что четыре вещи и тот кто действительно готовится хорошо к емкий пор и я думаю что ему важно это услышать четыре вещи могут изменить нам приговор как до его вынесения так и после четыре вещи которые в любой временной момент и в сам йом кипур и до йом кипура и после йом кипура могут изменить наш приговор и так первое это дздака это милостыня второе это цаака молитва о просьбе помилования третье это шинуйшем изменение имени четвертое это массы действия доброе дело и давайте попробуем чуть больше понять о чем же идет речь речь идет именно о гзардине да о суде о вынесении приговора который дается нам или в роша шана или в йом кипур на то есть вот эти четыре действия они конечно соотносятся кроша шаней к йом кипур но как я вам сказала они работают и до и после и во время и всегда да нужно задать вопрос и как же эти действия могут изменить приговор и тот кто нам это объясняет объясняет нам это мораль из праги он объясняет так вот представьте себе что вы находитесь в некой комнате и вам сказали очень внимательно на нее посмотреть и запомнить все что там находится да это часто принято и такие еще буквально в детском садике посмотрите на предмет на 5 предметов тут скажите так же выглядит и так далее и вот через месяц вы опять попадаете в эту комнату где успели вынуть из складки один из камней или несколько камней и заменили его другим и вот вас спрашивают в той же ли комнате вы находитесь вы смотрите и она совершенно идентична тому что вы видели и вы говорите да это та же самая комната но вам говорят нет это уже не та же самая комната мы здесь поменяли кладку может быть немножко сложно понять да но мораль из праги именно к этому описываемому случаю говорит так что дин прутан как дин мя да если заменен один камень то это как будто все строение поменяла свое сущничное значение его сущность стала другой это совершенно не то же самое потому что в протоколе написано столько-то камни столько-то камней столько-то песка столько-то того столько-то сего и именно такого а тут поставили камень и другого типа и если мы начинаем проверять из чего построена эта комната то оказывается что это не то же самое что было месяц назад не может быть даже немножко не совсем то что было в чертежах или например мы поменяем мотор в машине и кто-то говорит то это уже совсем другая машина да уже совсем по-другому ездить совсем другая машина но это ведь не другая машина или другая машина да вот тут надо понять этот как бы и а и именно мораль говорит о том что именно об этом говорит рабби и цхак в массахе троша шана что меняет человека и делает его совсем другим человеком если человек может поменять одно из составляющих его личности то он становится совсем другим человеком мораль говорит что что такое вообще человек это сочетание двух частей душа и тело правильно по идее но мораль добавляет что есть еще одна часть без которой человек не человек и что это это всего лишь деньги это то что соединяет душу и тело если не будет на что содержать тело то душа не сможет там остаться но если человек меняет одну из вышеперечисленных вещей да вот четыре вещи которые вам сказала то он становится другим человеком и когда ангелы которые приходят сюда наказать ангелы наказатели да начинает искать человека которому присудили то или иное наказание они просто не могут его найти да потому что это был совсем другой человек своим поступком он изменил свое сущностное как бы существование он стал другим человеком итак мы с вами напомним что цаакой криком или молитвам молитвы может быть вы слышали что часто в емке пур люди молятся очень громко от всего сердца от всей души да и не знаю есть люди которые меня спрашивали зачем они так кричат ведь вот написано про молитву хана что она молилась тихо нет нет про емке пур написано что цаака вот эта молитва от души она меняет часть его души то есть вот этой молитвой этой цакой человек может изменить свою душу цдака или хороший поступок они меняют материальное тело да а имя как вы знаете оно меняет судьбу а говорится в молитве да то что мы с вами читаем в емке пур чу ват фила и цдака маверим и тро акзера то есть раскаяние молитва и благотворительность отменяют плохой приговор есть еще один важный вопрос который как бы рассматривает рабицак и он отвечает тоже на часть вопросов которые я уже задала и тем кому интересно и кто и кого еще и силы это слушать наверное стоит про это поговорить стерлили мы наш предыдущий плохой поступок окей мы сделали дшуву мы как бы сделали хороший поступок как написала татьяна появился новый вектор мы стали некой другой личностью неким другим человеком что остается с тем что мы сделали до этого наши плохие поступки так вот рабицак отвечает что ничего не стирается да плохая действительность которую мы создали она остается там же где она была на том же самом месте на эту самую действительность выписан поэтому ему совершенно невозможно предъявить этот вексель и ты действительно начинаешь вот с этой так сказать с этого емкипура с чистого листа потому что человек который сделал дшуву он как будто заново родившийся кстати то же самое можно сказать и про герем люди которые прошли геюр и стали частью нашего народа они стали совершенно другими людьми они начали свою жизнь с чистого листа еще одна вещь про которую важно наверное упомянуть хотя уже очень много времени мы перешли за нами разрешенные 20 минут но я кратко скажу что надо понимать что мы можем сделать шубу только в мире где у нас есть свободный выбор есть такие мнения у других народов которые говорят что у людей соответственно евреев тоже нет свободного выбора что наверху есть некий такой кукловод который руководит нашими поступками и вообще у Всевышнего как еще раз я вам уже сказала сегодня несколько раз нет понятия настоящего прошлого будущего он знает все абсолютно все в этом мире предопределен а раз так то у нас нет никакой возможности сделать шубу и как вы понимаете это не наша дорога я надеюсь что вам дала немножечко немножечко хомор для махшива немножко материала где вы сможете подумать и прийти крошешь она действительно с пониманием того зачем вы пришли да то есть очень важно то что там действительно вам наверняка рассказывают и как готовится и что готовится но вот именно это духовная подготовка которая поможет вам прийти на то самое место где бы вы хотели быть в этом мире она просто необходима еще раз шана тува и гмар хатима тува и каждому из вас желаю стать самым лучшим человеком самым лучшим евреем и выполнять заповеди с любовь к всевышнему всего хорошего этого